Всем привет! Меня зовут Лиза. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу с вами поделиться уже своим сложившимся мнением о заказе сайта Тидам. Это сайт органической косметики, как уходовой, так и декоративной. В органику я сейчас просто влюбилась. Даряюсь максимально полезными себя штуками мазать, скажем так. Первое, что мне попадается, это бриллиантовый пилинг для лица с органическим экстрактом грейпфрута и алмазной пудрой. Его у меня уже совсем немножко осталось. В общем, это мой прям любимчик-любимчик, фаворит-фаворит, я бы сказала. Частички здесь скрабирующие очень-очень мелкие, но он отлично отшелушивает все, что нужно отшелушить. Особенно если я его использую в паре со своей теперь любимой щеточкой для лица, то он действует просто невероятно. Кожа после него прям персик-персик. То есть 150 мл, здоровая такая туба, но вот я и активно пользуюсь, и она у меня уже скоро кончится, судя по всему. Эколаб, матирующий крем для лица, для проблемной и жирной кожи. Активные ингредиенты, органический экстракт ириса, гамамели с органическим маслом миндаля. SPF H15 без парабенов и силиконов. Видно, что где-то вот так вот использовала. Смотря на то, что даже у него просто минимальный расход, но вот я его, видно, что очень люблю, его уже вот так вот подьюзала. По мне это отличный матирующий крем. Он легкий, как я люблю, текстура такая кремово-гелевая, все как я люблю, хорошо матирует. Но моя кожа, она в принципе очень жирная. С этим кремом, если у меня обычно уже через 2 часа где-то все блестит, как не знаю что, то вот с этим кремушкой часа 4, а то и 5 моя кожа держится. Ну, конечно, начинает уже немножко поблескивать, но терпиво. Не так, как обычно, что аж капает с меня. Этот кремушек я очень люблю с утра, с удовольствием его пользуюсь, отлично матирует, увлажняет. Ну, в общем, прям-таки для меня, по крайней мере, идеальный крем. Если вы не любите какую-то такую сверх напитанность, то вот присмотритесь к этому крему. Это чоколаты, тени и пудра основа. В общем, от пудры я просто в восторге. Опять-таки повторюсь, что у меня просто нереально какая-то жирная кожа. И обычно пудра держится, но на лице, ну, часа, наверное, Е3 при нанесении. Мне еще не все пудры подходят. От большинства пудр у меня на лице прям такая, как будто мне так цемент туда накидали, и я такая с этим цементом хожу. В общем, вот от этой пудры у меня нет ощущения, то есть она легкая, но в то же время отлично все перекрывает. Утром я припудрилась этой пудрой, и даже тональники я не пользуюсь, потому что, опять-таки, мне кажется, что это все вот так вот таким слоем на мне висит, и мне тяжело. Цвет у нее такой довольно-таки желтенький, но она как-то прям так хорошо подходит. Тени для век, сатиновые, бронз, тона 22-27. Они меня просто поразили. Ну, они, во-первых, долго держатся, на базе просто шикарно сидят. Тени я без базы не ношу, поэтому как они без базы, я не могу сказать. С базой все прекрасно, великолепно и замечательно. Держатся как прибитые целый день, не осыпаются, не скатываются, никуда-то не уползают, не идут погулять. В общем, все замечательно. Чем они меня поразили? У них какая-то просто странная особенность, я не знаю, как это объяснить. Когда я наношу, то есть это такие розовые тени. Только мне стоит их немножко потереть, они становятся бронзовыми. Как они это делают, я просто не понимаю. У меня мозг взрывается, в общем. В общем, если у вас есть какие-то органические любимчики, обязательно поделитесь со мной ими в комментариях. Мне будет очень интересно. Также мне будет очень приятно, если вы поставите пальчик вверх, подпишитесь на мой канал. И всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok